А кто Ресин-то будет? Ой, здравствуйте, 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 здравствуйте. А это кто? Освободите кабинет. Освободите. Не уходите, а убегайте. Извините, ради бога, я вас не узнала. Я вас до этого только на снимках в московском комсомольце видела. Вот здесь. Ну, один снимок какой-то нечеткий, второй получше, но здесь вы в трусах. А вот вы какой, оказывается. Ой, ну что ж. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам говорю. Здравствуйте, Иосиф Владимирович. Ой, извините, Владимир Ильич, я... Извините, ради бога, я немножко нервничаю. Дело в том, что, я вам скажу откровенно, вы у меня первый. Не последний. Просто я никогда с секретаршей раньше не работала. И мне ваш этот, управ делами, Шахнович. Шахнович Василий Петрович. Он мне прямо сказал, что если я вам подойду, то оставят. А если нет, он мне сказал, тогда, говорит, вам придется уйти. Вот я не поняла, кого он имел в виду уйти. Но я думаю, мы сработаемся с вами. Потому что, в общем-то, у меня только из минусов только зрение. А память уникальная. Правда-правда, Гаврил Фритонович, я... Я просто точно помню, что 21 февраля вам был юбилей, правда? Да, 40 лет, да? Ой, нет, нет, 60. 60. Это я, как считала, 100 минус 40. Мне так проще запоминать просто. Я так посчитала, что вы моложе Москвы. В 14 раз плюс НДС. Сразу хочу представиться. Значит, фамилия моя Хазанова. Зовут меня Мэрия. Мэрия Геннадьевна. Причем, раньше у меня было другое имя. Меня в 91-м году переименовали. Вот, поскольку я родилась 1-го мая, меня звали Дездроперма. Вот, я хотел что-то вам подарить, но мне сказали, ты меньше ему глаза мозоль и посетителям. Это будет для него лучший подарок. Так что, в общем, я как-то постараюсь корректно провести прием. Вот. Вы все к Ресину, да? Все? Ну, ждите. Ждите, он вас примет. Вот. А потом, как мне сказали, и вы примите. Ну. Я могу начать прием, да? Могу, да? Вот тут первым фамилия неразборчива. Я вот не знаю, что делать. Пускать или сказать, что вы у Лужкова? А, пускать. Да, я тоже думаю, не надо врать. Тем более, что он сам только что от Лужкова. Это довольно симпатично. Не вам, не вам, не вам. Председатель Союза Архитекторов. Простите. Будьте любезны. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ А с молодых-то что толку? Мне тут рассказали, что одна молодая секретарша пришла наниматься к Ресину. Не знаю, правда это или нет. Спросила, сколько вам лет, вы сказали, 60. Она говорит, я бы вам не дала. А Ресин сказал, я ей не прошу. Ну, вообще, вас, в принципе, мой колер устраивает? Устраивает. Замечательно. Замечательно. Я вообще, вот это вот интервью, которое я сейчас вам показываю, я его полностью изучил. Мне так понравилось, что вы любите простые блюда. Это картошку с мясом там написано. Это правда? Да, я вам приготовила. Картошку с мясом называется Гефил де Фиш. Я там приемной держу, вам только надо разогреть будете. Кстати, вы не хотите чаю, Владимир Ильич? Чай. Да. С удовольствием. Я тоже. Я тоже. Что еще? Вот вы пишете в этом интервью, что вы любите музыку. Я как только это узнала, я тут же решила к вам вызвать музыканского. Но я его не нашла. Вот. Поэтому пока, значит, здесь будет Градский. Я не знаю, первый Градский или... Или второй. В общем, якобы Александр. Прошу вас, Александр. Я знаю, что там в приемной лежит огромное количество телеграмм поздравительных. Кто вас знал? Не берите. Прием, вынеси. Нет, не бойся. Нет, его. Не бойся. Не бойся. Не звони больше, звать сюда, я тебе сказал. Огромное количество телеграмм там лежит. Со всей страны. Все читать. Много. От Камчатского полуострова до Кольского. Кстати, у меня вообще с географией в школе не очень хорошо было. Кольский это у нас две. Ну, примерно. Кольский. Из Апатит? А, вот что вы имеете в виду. Кольский на севере, а не Кольский в мэрии. Ну, нет ни того, ни другого. Есть Коробченко. Звать? Коробченко, идите. Это вы Коробченко? Он недолго. У вас две минуты. Между прочим, вы знаете, я, Владимир Ильич, и я в юности поэзией увлекалась. Хотелось сегодня вам кое-какие стихи свои почитать. Ничего можно? Может, от этого судьба будет зависеть. Вот такое первое стихотворение. Я сегодня до зари встану, По-широкому пройду полю, Что-то с памятью моей стало. Я не помню, как зовут Колю. Я думаю, это к месту. Вас ведь Колей зовут? Можно я следующее посетение... Извините. В каком ухе звенела? В левом. Буду объявлять следующее посетницу тоже стихами. Я вторично дозрел стану И по полю пробегу снова Наклевать, что с памятью стало, Если будет петь толкунов. Извините, пожалуйста. Мозоль болит. Я что хотел спросить, Владимир Ильич, У вас сколько рук? Две. Я почему спрашиваю? Я плохо вижу. Правда. Потому что я вообще думал, Что у вас, как у Бога, шилы. Почему я завела об этом речь? Там один рвется к вам в кабинет на прием. Я говорю, вы кто? Он говорит, я правая рука весена. Я говорю, зачем вы врете и не краснеете? Он говорит, мне краснеть некуда, Я от рождения краснянский. Краснянский. Ответное слово от цыганского табора Имеет министр культуры Российской Федерации. Валерий Ильич, я с вами прощаюсь. Мне надо переодеться. Вы не хотите прощаться? Ну, это надо у Марты спросить. То, что вы скажете, это еще ничего не значит. Вот. Я еще раз прошу прощения за то, Что в течение вечера все время путало ваше отчество. Тем более в такой день, 23 февраля, день защитника отчества. И как раз к вам группа военных подошла, Потому что, как же без военных? Ой, я люблю военных. Я говорю, к кому? Я так спросила. К кому? Они говорят, мы главному виновнику. Я говорю, тогда вам в Министерство обороны. А здесь, а здесь юбиляр. Ну, они говорят, военные пограничники пришли с подарком. Немедленно доложите. Владимир Ильич, чего я могу доложить? Я еще без зарплаты. Поэтому позвольте. Пусть уже входят без доклада. Прошу. Извините, Владимир Ильич, ради бога, Я должна была просмотреть этот репертуар. Я обещал Альценту Васильевичу. Мне кажется, вообще это больше Геннадия Андреевича подходит. Тут от ветеранов Москвы, Они меня вас хотят приветствовать. Я спросила, кто у вас главный? Они говорят, князь Юрий Долгорукий. Я говорю, он здесь? Они говорят, нет, он на лошади. Боится сойти, чтобы не угнали. Я говорю, кто вместо? Они говорят, вместо лошади Пономарев. Игорь Николаевич. У него лошадиный труд. В пряксе тащит весь воз по празднованию юбилея Москвы. Прошу вас. Я думаю, что тут будет все идейно выдержано. Целовать надо. Подождите. Не уходите. Такой тут симпатяга пришел. Обалдеть. Я думал, и ваш сын. У вас прически похожи. Да. И мужик потрясающий. Мужик, иди сюда. Владимир Иванович, я тут прочитала, что у вас любимый романс «Гори, гори, моя звезда». Это правда? Я до вас преподавала в ПТУ музыку, сульфеджио. И вот мое ПТУ изготовил для вас. Интересно, получится ли я. Спасибо. Могли бы потеплее. Владимир Иосифович. Ничего, что я так выделяю имя вашего папы? Я-то считаю, что имя Иосифа замечательное. И у Иосифа всегда прекрасные дети рождаются. Владимир Иосифович, Иисус Иосифович. Я про главного сына плотника. Между прочим, вы ему с Юрием Михайловичем храм строите. И я про это даже целую поэму сочинил. Послушайте. Пусть горит. Москва не верила слезам. Но мэр Лужков и первый зам вернули златоглавый храм. Лужков сказал, Христос воскресе. И зай Гизунт добавил резинку. И вскоре колокольный звон очистит души, как озон. Ну а пока не слышно звона, мы все послушаем Кобзона. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ